Всем привет, с вами Петро 61. Сегодня у нас пятый рабочий день, так сказать. Мороз минус два и снег. Вот такой снег. Да, вот там солнышко, конечно, уже немножко начинает подтаивать, но всё-таки здесь снег. Что я могу вам рассказать? А то, что вон там, вот вон там в жёлтом пакетике лежат уголки, один зачищенный, один новый для аккумулятора, но это ладно. Здесь мои новые крепления. Вот такие крепления. Тоже с шайбочкой, две штуки, всё нормально. Если слишком длинные, да будет, то подрежем. И сейчас буду, ну, примеряю вот этот кожух, заместо этого. Потом пропылесошу, его поставлю и валю домой, потому что холодно. Всё готово. Я думал, мало ли что-то я сделал не так, да. Но сейчас поправлю. Ну всё, в принципе, так, только вот такой наклон. Как бы почему-то здесь получилось вертикально, а вот здесь вот под наклончиком. Ну, немножечко я ошибся. А, ну я не расправил ещё, поэтому на ком меньше. Вот здесь делал с запасом, как бы специально. И вот не зря этот запас всё подогнул, там прорезал отверстие аккуратненько. И вот так вот. Сейчас сюда установлю. А, нет, сначала, блин, надо пропылесосить сначала. Вот. А потом установлю. Или сейчас так, чёрная, так скажем, примерка, а потом уже установка окончательная. Та-дам! Вот такой получается загибчик вниз. Но зато этот загибчик вот сюда, если её упереть, это четвёртая передача, то... Ну, как бы... Ну, всё равно много, в общем. Много можно ушить прямо сейчас. Ну, не знаю, ушивать, блин, придётся прямо... Нормально так ушивать. Не знаю, в принципе, как бы нормально, но вот это вот слишком сильное углубление, наверное. Плюс ручку не до конца закрутил ещё. Да, наверное, надо ушить её. Чтобы было не так много. Ладно, сейчас немножечко её подправлю. Потому что с собой взял я. Я был к этому готов. А вот иголочка. Намного меньше. Сейчас поставлю его сюда и попробуем. И я это буду делать у вас на глазах, так сказать. То есть, я всё время, то есть, напишу как дневник, да, что я сделал, туда-сюда. А действий-то никаких у вас нет. Поэтому давайте вот так сделаем. Играет музыка. Редактор субтитрова. Играет музыка. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Я вот не понимаю, как можно было ее получить. Это нужно было как-то носом черкануть нормально. Ну, в общем, ладно, еще одна. Получается у нас 6, как бы 6 деталей будет считать автосервис. 6 на 5, 30 тысяч рублей. С вами силами, зубильцем, молоточком, так вот тюк-тюк-тюк-тюк-тюк, выпрямить металл, да, зашпатливать самому, покрасить краску можно, то есть приехать в сервис, они вам замешают, точно вот такой же, как у вас сейчас заводская, и покрасьте вы сами с пульверизатора, если он у вас есть. Где-то давным-давно, 20 лет назад, точно у нас был компрессор. Такой уже российский вроде бы компрессор, или может даже СССР. Где-то он был, надо его поискать в гараже. Если его нет, то есть если есть компрессор, то покупаем просто насадку, вот эту баночку саму расприскит, которая, да, и ей украсим. Если нет, то покупаю новый пульверизатор, я его даже уже нашел на GearBest за 5 тысяч рублей. Вот, и самое классное то, что он компактный, который вот на GearBest, вы его вешаете вот сюда, он у вас висит от сумочка, и сами ходите вот с этим баллончиком, просто все распыляете, это удобно. То есть можно различные делать, да, не таскать с собой вот этот компрессор, где там двигатель, вот эта вот огромная цистерна, ну там литров на 20, да, то есть все компактненько можно с собой носить и покрасить. То есть вот по-любому затраты будут дешевле. То есть смотрите, если покупать кульверизатор, вот этот вместе с компрессором уже с GearBest 5 тысяч, болгарочку, например, чтобы это все шкурить и полировать, две тысячи, то есть уже семь, ну плюс материалы, я думаю, тысяч на пять, ну получается где-то 12 до тысяч, 12-15, наверное, в этот район можно уложиться. И при этом еще, то есть пульверизатор-то есть, вы будете им дальше пользоваться, можно что-то красить, можно что-то грунтовать, да, им болгарка то же самое, что-то резать, что-то полировать, в общем, как бы у вас будут инструменты на долгое время, да, а не так, что вы взяли, как бы заплатили за услугу, да, и все, как бы со временем и пульверизатор, и вот эта вот болгарочка себя копит-то по-любому. Я представляю примерно, что у вас там за вид такой. Ну ладно. Или вот так вот можно. Вот, то есть, будем сами. Очумелые ручки, вот, рубрика. А, кстати, я же не сказал, это четвертый день, что откуда-то у меня провод-то я там паял, паял, напаял. Вот беленький проводочек, вот он, 10 метров. Да, потому что летом нужно будет еще прозванивать от датчика коробки до фишки под кабиной этот самый датчик, потому что, ну, как я ранее говорил, спидометр и одометр не работают, вот. Сейчас их зафиксирую и кину. И пускай он лежит, ждет своего часа. А, что еще? А, хе-хе, еще что. А, сегодня пятый день, то есть, я ездил один, два, три, четыре, прям дня вроде подряд, а потом у меня был перерыв в пять дней вроде бы. То есть, сегодня как бы пятый рабочий день, но если брать от начала, то сегодня десятый день. И только сегодня с утра, пятый рабочий как бы день, я снял красивые прокатики для первой части фотона. Хе-хе, спустя десять дней, да. Вась, привет, ты ждал видео, я знаю. Вот. То есть, вот такой я лентяй, так же, как, кто там недавно в комментариях, ну, как, недавно для меня, у вас это видео выйдет позже, спрашивали, вот вчера, 28 марта, вроде бы, да, было вчера. Где, да, тут музыка. 28-й вроде, да, вот 28-го вчера, там, один спрашивал в комментариях. Зрите мой. Когда будут еще видео? Вы у меня спрашиваете. Я их запишу, они у меня поваляются где-то там, я их найду, отмонтирую, загружу, оно еще там повисит на ютубе. В общем, я лентяй в этом плане. То есть, если брать ютуб как для заработка, то нет. Это нужно каждый день пилить видосики, каждый день их там монтировать, да. И вот все такое, все-все-все-все. Нет, я так не смогу. Я так не смогу. Так, насчет коробки. Вот, чтобы снять коробку и венец там. У меня появилась одна мыслишка, я сейчас пойду проверю, можно ли так будет сделать или нет. Хотя примерно. И, в принципе, коробку можно снять с мамы. Да, не вести в сервис, где одно снимание коробки стоит 15 тысяч рублей. То есть, снять-поставить. Вот, снять-поставить 15 тысяч. Плюс заработу поменять венец. Ну, выйдет, наверное, двадцаточка. Вот. Можно будет своими силами там кое-как. Ну, есть у меня одна мыслишка, но нужно, вот я говорю, там пойти так примериться, посмотреть туда-сюда. Вот. Поэтому ждем теперь лето. Ждем лето. Прозванивать провода, красить машинку, полировать машинку. То есть, будем-будем. Напомню, что стоимость автомобиля, или я, может, не говорил, 300 тысяч рублей была. Вот. Автомобилю 10 лет. Вот тут вот висит даже октябрь 2007 года. То есть, в этом году машине будет 10 лет. И вот эти вот 300 тысяч по-любому нужно купить, да? То есть, машина для чего покупается грузовая? Чтобы вы на ней зарабатывали деньги, да? А это куплено и пока простаивает. Ну, то есть, туда-сюда. Ну, в общем, запустим ее в дело. Я буду работать на ней в 2018-м, летом. Поэтому будет интересный дневник-фатончик. Это можно назвать, да? Дневник-дальнобойщикового Сергея Сапанова. У нас будет дневник-фатончика. Буду ездить по стране. Вот. Что сейчас? Сейчас пылесосить. Вот на такие дюпельки. Что я буду делать? Скажу вам. Камера еще меньше 50%. Вот здесь такие вот пластмассочки есть, на которых винтик как бы держится. То есть, вот такие они, да? Дюпель я взял. Дюпель сюда вот так вот вставляем. Ну, забиваем, точнее. В общем, нужно будет их отрезать где-то вот здесь вот, да? И вот здесь вот. То есть, маленькими сделать, коротенькие. Вот сюда вбить, чтобы вот так же шляпка чуть-чуть, например, торчала. Она не должна торчать вроде бы. Ну, ладно. В общем, вот сюда поставим, да? И на них я закреплю эту стоечку. Вот так. Потом вот это вот все нужно сейчас будет убрать. Вот эту вот просыпанную кальнифоль. Я ее просыпал, да? Я не рукожопни. Вот. И домой, и домой, и домой. Сегодня такой короткий день. И теперь только мы с вами встретимся, наверное, летом. Да, ближе к лету. Сейчас я буду вот в это время, пока не буду снимать ничего, что я буду делать? Я буду мучить аккумулятор. Один. Второй все-таки я посмотрел в интернете, поспрашивал у знающих людей. Он рипнувшийся, потому что вот это вздутие, которое я вам там показывал еще в первый день вроде это уже ненормально. Такой аккумулятор опасно использовать. И он даже там, как бы первая банка мертва, она через себя, например, пропускает электричество, но при этом сама его не задерживает. И, в общем, будут просадки, когда вы будете пытаться заводить, потому что банк-то нулевая, да? И, кстати, там через вот эти вот все банки, сколько там, пусть сейчас 10 вольт через нее будет проходить, чтобы завести автомобиль. Ну, в общем, не получится ее не зарядить до 12, и если даже пытаться заводить, то будут просадки. Вот, поэтому первый аккумулятор рип, второй аккумулятор надо доливать водички и заряжать. Он вроде как нормальный, он там не пузатер, ничего. Что еще? Да вроде бы все. Отсек под аккумуляторы. Это тоже, я думаю, летом красить. Вот там вот у меня, кстати-ка, есть уголки, но я вам, наверное, покажу, ладно. В общем, новый уголочек мне совершенно сделали. То есть вот этот, который верхний был, который я еще показывал, что он как лезвие острый. Его сделали мне новым. Вот так вот. Вот этот вот кронштейн наверняка нужно будет подрезать. Я сейчас пойду померю там по-старому. Вот это вот слишком, наверное, длинное. Его нужно будет обрезать, укоротить. Вот, потом заваливаю я все время, заваливаю горизонт. Я люблю заварить горизонт. Потом, потом когда-нибудь купить сварочный аппарат. Нет, зачем сварочный аппарат? Клепальная. Клепальная штука. И сделать какой-то коров для аккумуляторов, чтобы они были закрыты. Потому что вот эта конструкция с уголками, куда все время попадает грязь, она там скапливается. Это ненормально. Там всегда будет ржаветь. Плюс там резиновый коврик. По идее, по нему тоже вода просачивается, и он как бы тоже ржавеет, да, там. То есть, ну вот, нужно будет зачистить, прогрунтовать нормально, покрасить. Потом, кстати, аккомы, и сверху еще какой-нибудь ящик сделать. Из такого вот рифленого вот этого металла. Вообще по-пацански будет. Вот. В принципе, все. Ну, то есть, может быть, я сегодня еще прокину кабину, то есть, не знаю. Чтобы убрать, кстати, вот провода, он торчит, торчит провод до сих пор. Там два. Вот. От чего? От сигнализации. Они до аккумулятора идут. А может, не полезу. Не знаю, наверное, не полезу, потому что там вот дерево мешается. Еще там надо дерево как-то убирать. В общем, теперь, наверное, ждем только лето. Встретимся мы с вами только летом. Вот так-то. Как это сделать-то? Как сделать эту черепуху? И черепуха. Все. Сейчас я вам покажу уголки. И прощаемся. Расставание. Не люблю расставание. Так, сейчас что у нас? Март. Давайте посмотрим календарик. И я примерно скажу, какого числа должно у вас выйти видео. И скажу, сколько мы будем скучать без фотона. Так, в четверг. Первая будет. Суббота. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Мы встретимся с вами 8 апреля. 8 апреля. Вот это вот именно последняя часть. 8 апреля у меня день рождения. Поэтому поздравьте меня, пожалуйста, в комментариях. 17 лет мальчику будет. Вот уже старенький. Через год уже получу права. Буду рассекать на вот этой машине. По городу. Вот, 8 апреля мы встретимся на моем день рождения. Идеальный повод. А потом, получается, где-то полтора месяца поскучаем. Вот. И встретимся уже на такой стадии, когда будем заводить фотон. Потом подкрашивать этот ящик, подкрашивать кабинку, кататься по полу. В общем, Академик Стайл, я вам желаю всем огромной удачи. Поздравьте меня в комментариях. Если вы это смотрите 8 апреля. Да даже если не 8 апреля, то поздравьте меня. Да. И поставить лайк обязательно. Да. Все. Всем спасибо за просмотр. А, нет. Сейчас я уголки вам покажу. Но все равно. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До встречи. Не скучайте. Вот он, старый уголочек. Зачищенный, да? Видите, до металла прям. То есть, прогрунтовать его и покрасить. Вот так вот он зачищен. Болгарочкой. То есть, где-то вот все равно есть. Можно подработать четочкой или шкуркой. Да? Вот. И покрасить. Ну, в принципе, можно и так оставить. Ну, нет. Нужно будет попытаться что-то сделать. Вот новый уголок. Вот такой серьезный уголок. Сколько тут? Три миллиметра, наверное. Нагрет автогеном. Вот так вот расплющен. Еще четенько. Отверстие. Отверстие. Тоже его прогрунтовать. Красть. И становиться на ту сторону. Солнышко. Солнышко. И минус два. Снег. Вообще странная погода. Почему? Потому что вчера был ливень, я не поехал в деревню. Позавчера был ливень, я не поехал в деревню. Сегодня снег. А нет, вру. Вчера был ливень и град. Во. А сегодня вот такой снег. И позавчера. Нет. Это поза-позавчера. Нет. Позавчера. И на вчера. Ночью тоже был снег. Но он под утро растаял. Вот. Ну вот, солнышко. Простите, я вам такой экскурс сделаю небольшой. Это петушок. Мой друг. Мой друг. Там кролики когда-то жили. О, вот эти вот поля. Эти поля. Вот. Кот не наш чужой. Ну ладно. Поля. Смотрите, какие красоты. Представляете, что здесь летом бывает? О, летом какое заглядение. На втором канале, ссылочка на которую я оставлю, и в конце еще будет подсказка, наверное. Я летал на этом поле. Я летал на этом поле на Цесне. Вертолет запускал. Вот здесь вот вертолет запускал. На Цесне я летал, вот отсюда запускал. Вот. Такая погодка. Такая погодка. Красиво. Сзади вы видите мой пентхаус. Я по маленьким 6 лет. Я вот это вот сооружал. Ну, то есть начал в 6 лет. Закончил, наверное, я не знаю, лет в 11. То есть долго я его устроил из полет. Папка у меня водитель. То есть он сюда привозил полета с машины. Вот такие вот полета. Вот она ступенечка. Мой домик там. Мда. Ёлочка. Эта ёлочка, я помню, она была меньше меня еще пару лет назад. И уже вон какая. О, это вышка. Это вообще. Это мое инженерное сооружение. Мне. Вот когда я начну работать на фотоне. Наверняка полета где-нибудь буду еще натаскивать. И вот сюда кинуть полеты. Растяжки кинуть. И еще этаж прибавить. О, класс. Классно будет, ребята. О, там гуси. Гуси классные, кстати. Гуси классные, но когда они щипаются и нацепляют. Это не классно. А вот так вот они классные. Мясо у них много, кстати. Ижик стоит. 1,6. Это не наш ижик. А, в чем еще прелесть вот этого? То, что это поле. Вроде, с одной стороны поле, да? То есть, уже я в каких-то. Поле. Полем начали заниматься. Как вы знаете, а может вы не знаете, вышел такой проект. Давно уже, там в 2015 вроде году. Что если поле там у вас простаивает сколько-то лет, вроде 3 года, да? И вы его не используете под засев. Потому что сейчас, как бы, поля уже вроде нельзя продавать под стройку домов, дачи. То у вас отбирают поле. Поэтому вот уже 2 года это поле обрабатывают, собирают урожай. И вот в прошлом году у меня уже был квадрик, уже урожай собирали. Но там по такими стечениям обстоятельствами я, в общем, не попадал на эти дни. Когда комбайн убирал, то есть, можем его с квадрика поснимать. Это все интересно. Ну, конечно, без подвеса. Без подвеса это будет там плохое качество, но все же. То есть, здесь можно поснимать. Вышечка. Давайте с вышечки вид покажу. Одной ручкой. Опасный момент. Оп. Смерть Руфира в прямом эфире. В записи, точнее. Минское шоссе. Примерно 120 километров, наверное. Вот это поле. Вот туда я планирую пускать в квадрик, когда будет у меня на нем установлено с GPS-оборудованием. Туда отпускать и замерять дальность всяких аппаратур, дальность самого квадрика, время полета. Съемки будем делать, естественно. Вот так вот, вот так вот, природа, хоть и такая плохая погода, да, и солнце сплетает. Но все равно классно. Классно. Это не то, что вам сидеть в квартире. А те, в квартире сидеть тоже классно. И смотреть видео по этой шоссе. Все, ну всем спасибо за просмотр. Как вам встать вот так, наверное, чтобы ветер не дул. Всем спасибо, всем пока, всем до новых встреч.